Здравствуйте! Идут перестроения в связи с карантином из-за коронавируса, в связи с которыми закрываются кафе временно, закрываются фитнес-клубы. С кафе ситуация вообще непонятная. То информация о том, что закроется, то информация о том, что останется в прежнем режиме работы. Расскажите о том, почему сейчас время такое опасное для многих представителей малого и среднего бизнеса. Спасибо за вопрос. Смотрите, с чего хотелось начать. Конечно же, предприниматели – это часть нашего общества. И предприниматели – это активная часть нашего общества. Безусловно, они несут ответственность в это непростое время и за себя, и за своих близких. Но помимо этого, они еще несут ответственность за тех людей, которым они дают работу, которые трудятся на их предприятиях. Это тоже крайне важно, поэтому это большая и серьезная ответственность. Так вот, что на сегодняшний момент больше всего заботит бизнесу? Впрочем, как и в более спокойное время. На самом деле ничего не изменилось. Это четкие, понятные правила игры. Четко понятно, как будет развиваться ситуация и как ей нужно следовать. То есть у вас прозвучало в вопросе «будут, не будут закрываться». На сегодняшний момент основные вопросы, основные проблемы, которые ставят бизнес, основные ответы, которые они хотят получить. Действительно, работаем, не работаем. Если работаем, в каком режиме. Какие будут вноситься коррективы, какие будут дополнительные требования. Вот это на сегодняшний момент необходимо. И действительно, на днях был некий такой небольшой вакуум, связанный с тем, что непонятно было, как трактовать постановление и главного санврача нашей области. И даже наш губернатор Николай Юрьевич Любнев выходил с комментариями, что нет, мы продолжаем работать, мы продолжаем, я имею в виду рестораны, кафе, мы продолжаем работать в таком-то режиме. Мы тоже, безусловно, в кратчайшие сроки попросили разъяснений по тем или иным моментам, потому что действительно сложные документы, сложные трактовки требуются. Я думаю, что в ближайшее время эти понятные правила появятся. Сейчас для многих из нас, для большинства из нас посещение кафе, посещение фитнес-клубов, бассейнов – это привычный ритм жизни. Мы привыкли таким образом строить свой распорядок дня, что для даже посетителей вот этих всех заведений выйти из этого режима большой является трагедией, может быть, даже для кого-то. Самым страшным в этом всем является формулировка «неопределённый срок». Для посетителей понятно, это неопределённый срок, все подстроятся. Для бизнеса вот этот неопределённый срок чем грозит? Ну, это крайне, конечно, сложный момент. Вы понимаете, любой бизнес, это любое предприятие, это как живой организм. Он тоже чувствует себя или хорошо, или находится в каком-то сложном положении, можно перевести на слова «болеет». И также бизнес закрывается, то есть умирает. Это действительно живой организм. И, конечно же, любые потрясения для него являются достаточно для бизнеса тяжёлыми. Вы понимаете, если человек на сегодняшний момент чувствует в рамках вот этих наших событий некий дискомфорт, с изменением своего ритма жизни, с изменением каких-то своих привычек, своих каких-то тех желаний, которые он хотел бы, вы представляете, насколько тяжело бизнесу перестроиться под эти новые системы, перед эти новые модели? То есть падает поток, есть какие-то новые ограничения, есть какие-то новые требования. И под это всё нужно подстроить. И самое плохое, действительно, то, что в вашем вопросе прозвучало, что непонятно на какой период и на какой срок, то есть каких моментов, каких развитий событий при этом ждать. И, конечно же, единственное, что на сегодняшний момент, ещё раз о том, бизнес у нас, поверьте, достаточно социально ориентирован и достаточно ответственен перед собой, перед обществом и перед властью. Но хотелось бы понятных, чётких правил игры. Если уже видно, что будут нестись дополнительные издержки, будет бизнес находиться в очень непростой, тяжёлой ситуации. Сейчас очень много прогнозов насчёт закрытия предприятий, очень много прогнозов. Ну, к сожалению, мы, конечно, будем надеяться на лучшее, да, но очень много прогнозов на то, что под большим ударом находятся различные отрасли, и вы о них проговорили. Так вот, бизнес сегодня просит поддержки тогда, той поддержки, которую может оказать государство, да, тех правил игры, которые может подсказать государство, чтобы бизнесу комфортнее, даже не слово комфортнее, а способен был выйти из этой тяжёлой ситуации. Основные меры поддержки, которые могли бы поддержать и которые необходимы, вот прямо необходимы, малому и среднему бизнесу для того, чтобы выжить в условиях вот этого карантина и в условиях вот этой временной остановки механизма. Смотрите, на сегодняшний день существует очень много вопросов, которые подняло и федеральное правительство в первую очередь. Да, это и отсрочка или отмена каких-то налоговых, страховых платежей. Очень много речи ведётся о поддержке банковских кредитов, тоже отсрочки или неухудшения, ну, скажем, если существуют у предприятия какие-то задержки, просрочки с оплатой, неухудшения ситуации, а может быть где-то и льготные кредиты, субсидии. На самом деле об этом говорится достаточно много. На региональном уровне тоже губернатор правительства очень активно сегодня занимается подготовкой мер поддержки и так далее. То есть эта работа ведётся, и власть понимает необходимость и важность этой работы, бизнес очень чётко понимает, что ему эта поддержка нужна, потому что действительно ряду отраслей просто без этой поддержки, без этой помощи выбраться из сложившейся ситуации будет практически невозможно. Но теперь это о хорошем, то есть эта работа ведётся, ещё раз, и налоговые, и банковские, и страховые, и речь идёт даже о какой-то степени сегодня, о освобождении или там отсрочке коммунальных платежей. Я обратился к нашему губернатору Николаевичу Любимову с теми форумами, которые бизнес вышел на нас. Мы их сформулировали в одном, и все общественные организации, мы с ними сегодня находимся, ведущие наши общественные организации, предприниматели с ними находимся на тесном контакте. Они сделали свои предложения. Мы их как-то сформулировали, отправили письмо. Будем дополнительно, ведь созданы оперативный штаб и рабочая группа по работе по этой проблеме в правительстве. Мы будем, конечно же, доводить все необходимые меры. Всё же меняется, да, и как-то ещё раз говорим о том, что бизнес – это живая история. То есть всё меняется. Мы будем, конечно, об этом просить. Но опять же, что мы сегодня просим? Всё, что было и на федеральном уровне на сегодняшний момент, это всё пока носит декларативный характер. То есть будет поддержка в этом направлении, в области налогов, в области страхов, в области банковского сектора будет поддержка. Будет поддержка в остальных направлениях. Но сегодня предпринимателю непонятно чётко, куда прийти, на что он может рассчитывать. Многие из-за этого начинают нервничать, потому что заявили, что это есть. Но непонятно, может, я уже опаздываю, может, надо было куда-то заявиться, может, надо было что-то попросить. То есть алгоритмы действий не предложили. Конкретного алгоритма действий всё ведётся, всё разрабатывается, всё ведётся в рабочем порядке на сегодняшний день. Но нет чёткого принятого решения. То есть государство сегодня сказало о том, что мы видим, что эта проблема есть, и в этих направлениях мы будем работать, будем оказывать поддержку. Но чёткого, понятного на сегодняшний день механизма нет. И это начинает уже в какой-то степени нервировать. Предпринимаете, они задают вопрос. Вот идут шквал звонков, идёт обращение, идёт, куда мне сегодня, я, может, что-то уже опаздываю, да, куда я должен заявиться, куда, что мне дальше делать. Вот о чём мы сегодня основное просим. Мы понимаем, что бизнесом занимается. Мы это очень чётко понимаем, бизнес этим понимает. То, что и на региональном уровне есть об этом забота, есть об этом заявление. То, что на федеральном уровне. Но хотелось бы уже каких-то чётких при этом указаний. Делаем так. Помимо того, что есть вот мы сейчас с вами в основном всё-таки нацелены наш разговор на кафе, фитнес-клубы, то, о чём заявили буквально на днях, да, о закрытии тех учреждений, которые мы привыкли ежедневно практически посещать, и их уход из повседневной деятельности человека таким ударом будет и для посетителей, и для самих этих учреждений. Но всё же, помимо вот заведений общепита и заведений спортивных, существует ещё, допустим, туристическая ветвь. Туризм – это тоже бизнес, и он пострадает на настоящий момент турфирмы, турагенты, наверное, побольше остальных. Потому что Ростуризм вообще рекомендовал приостановить продажу турпродукта клиентам. Что делать вот тем, для кого это будет вообще ударом, после которого точно может быть, что многие не откроются. Что делать рекомендуете вы? Ну, правительство говорит об очень серьёзном. Все же понимают, что в первую очередь туристическая отрасль попала под удар. Потом уже отрасли услуг, да, связанных с общественным питанием, связанных с развлечениями и так далее. Спортивная индустрия и всё прочее. Вот, поэтому, конечно же, меры поддержки в первую очередь этой отрасли будут, и речь уже идёт и о туркомпаниях, и о транспортных перевозчиках. Поэтому, безусловно, уже понятно, что после вот этой ситуации, наверное, бизнес будет другим. Но он в любом случае будет. И нужно помогать им, да, нужно вместе взяться. На сегодняшний момент туристические компании решают ведь ещё огромные проблемы, социальные проблемы. Ряд туристов находится ещё, продолжает находиться где-то за пределами наших территорий, да и в России. То есть есть какие-то купленные, проплаченные, там, туры, там, какие-то путёвки, которые необходимо как-то трансформировать, необходимо или отменить, или перенести сроки. Это очень важно. Они эту работу продолжают делать, никто, ну, большинство не закрылись, то есть не сняли с себя этой ответственности. Поэтому тяжёлая работа, им нужно помогать. Вот, но мне хотелось бы отметить, мы говорим вот то, что вот всё-таки на поверхности, да, туристической отрасли, вот эти вот отрасли. Понимаете, уже начало касаться ведь и остальных, просто это не видно. Экспортно-ориентированные предприятия, да, может быть, не закрыты страны для поставок тех или иных, то есть те, кто работает на экспорт. Но, понимаете, там сегодня говорят, не надо, продукцию на сегодняшний момент не надо. То есть действующий контракт, но мы его замораживаем. То есть, а предприятия были ориентированы на это, они ставили под своё, это мы сейчас говорим уже о более, может быть, крупных, а средних предприятиях. То есть, вы понимаете, как всегда, малые бизнесы, это, ну, к сожалению, для каждого эта проблема, она критическая, но это, да, это, ну, небольшие, казалось бы, проблемы. Да, она большая для самого предпринимателя, ну, если с точки зрения, а представляете, средние предприятия, крупные предприятия, где большое количество работников, вот, вот там вот эти вот проблемы, они тоже начали уже, к сожалению, иметь место, да, то есть это и экспорт, у кого-то это и, наоборот, импортные поставки, ну, необходимые комплектующие, ты не выдашь продукт, пока не получишь какие-то, вот, то есть, на самом деле, проблема, она гораздо шире, да, и мы пока видим только вот эту вот передовую. И вот наш малый бизнес, он, к сожалению, оказался на этой передовой. Прогноз делать сложно, потому что ни ясны ни сроки, ни насколько долго продлится вся эта ситуация, но все же. Какие-то утешительные прогнозы можете дать? Нет, я не врач, да, я не специалист в области, к сожалению, в области медицины и вообще вот этой вот ситуации. Мы, конечно же, пользуемся теми прогнозами, которые дают наши уважаемые ученые и уважаемые работники здравоохранения, но, понятно, вы понимаете, бизнес – это сильные, как правило, и сильные люди, и сильные структуры, да, и в любом случае готовятся к худшему. И еще раз хотелось бы сказать, самый основной запрос на то, что дайте четкие правила игры, да, дайте сегодня, если будет поддержка, какая она будет, как она будет осуществляться. Если будут ограничения, какие они будут, как они будут осуществляться. И тогда бизнесу легче будет подстроиться под эти правила игры. А когда есть механизм неопределенности, это, конечно, еще больше нервирует, это еще больше наносит некую такую тяжелую ситуацию и тяжелый удар. А бизнес будет справляться с этими проблемами, не просто справляться и помогать обществу выходить из этой сложной ситуации. Нам остается лишь надеяться на то, что все это скоро закончится, на то, что вирус отступит и карантин не продлится слишком долго. В нашей студии был Михаил Пронин, уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусках. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин